МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нальем воду в банку и раскрутим ее посильнее. Поверхность воды приобретает характерную чашообразную форму. Давайте разберемся, почему образуется чаша и чем определяется ее глубина. Когда вода вращается, каждая ее частица движется по окружности. Для движения по окружности нужна сила, направленная к оси вращения. Эту силу создает разность гидростатических давлений. Чем дальше от оси, тем больше давление и тем выше должен быть уровень воды в сосуде. Теперь найдем форму водяной чаши. Мысленно проведем от центра чаши горизонтальную трубку, а потом поднимем ее вертикально. Вода в вертикальной трубке создает своим весом давление РОЖА-АШ. Оно уравновешивается давлением воды в горизонтальной трубке, которая создает центробежная сила. Это давление равно произведению плотности воды РО на среднее ускорение и длину трубки Р. Ускорение растет пропорционально радиусу. Поэтому среднее ускорение равно омега квадрат Р пополам, и надо приписать еще одно Р. Тем самым уровень воды пропорционален квадрату радиуса. Это уравнение параболы, а поверхность воды во вращающемся сосуде имеет форму параболоида вращения. Чтобы поверхность вращающейся жидкости выстроилась по этой нарисованной параболе, надо залить кювету на одну треть. Включаем двигатель. Кювета начинает вращаться, и жидкость у краев поднимается все выше. Увеличим обороты, и поверхность жидкости в точности совпала с параболой. Чтобы построить телескоп, требуется параболическое зеркало, которое собирает пучок параллельных лучей в одну точку. Большие зеркала из стекла стоят очень дорого. Знаменитый американский физик Роберт Вуд предложил воспользоваться тем, что поверхность ртути во вращающемся сосуде сама принимает форму параболоида и даже построил такой телескоп у себя дома. К сожалению, в этот телескоп можно наблюдать только ту часть неба, которая находится в зените над головой. Впрочем, для некоторых астрономических наблюдений нет разницы, на какую часть неба наведен телескоп. Большой зенитный телескоп с шестиметровым ртутным зеркалом, построенный канадскими астрономами, всегда смотрит в зенит. Вот фотография далеких галактик, сделанная с его помощью. Раскрутим воду в чашке, чтобы ее поверхность приобрела форму параболоида вращения, как в зеркальном телескопе, и положим на эту поверхность несколько плотиков. Посмотрите, все они вращаются вместе с водой, и ни один не стремится опуститься вниз коси вращения. Дело в том, что повсюду на поверхности жидкости равнодействующая сила тяжести и центробежной силы направлена отвесно к этой поверхности. Если бы жидкость замерзла, не переставая вращаться, по такому параболоду можно было бы ходить, как по обычной горизонтальной поверхности. И всякому человеку казалось бы, что это именно он стоит вертикально, а все остальные неестественно наклонились по отношению к нему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова